В этом выпуске речь пойдет об основных видах деревянных стеновых материалов, а именно о разновидностях бруса, а также отличии бревна ручной рубки от оцилиндрованного бревна. Тема очень интересная, но вначале хочется представить спонсора сегодняшнего выпуска, а именно службы ремонтных услуг. Если вам необходимо выполнить ремонт телефона, ноутбука, планшета, бытовой техники, аудио, фото, видеотехники, а также квартиры, дома и даже автомобили, вы можете обратиться в эту службу на сайте заказнаремонт.ру. Здесь все очень просто. Оформляя заказ, следует указать, что именно нуждается в ремонте, описать дефект и выбрать любого подходящего исполнителя. Вы узнаете стоимость, сроки ремонта и наличие запасных частей. Также на карте вы найдете ближайшую к вам свободную ремонтную мастерскую. А если вы сами занимаетесь ремонтом и хотите получать заказы, размещайте ваши услуги в топе категории ремонта в разделе «Исполнители». Рекомендую. Ссылка будет в описании к этому видео. Итак, в нашей стране наибольшее распространение получили следующие виды деревянных стеновых материалов. Это бревно ручной рубки, оцилиндрованное бревно, брус естественной влажности, различный профилированный брус, а также клееный брус. Каждый из этих материалов имеет как плюсы, так и минусы. И что касается бруса, то, как уже было сказано, он может быть простым, профилированным и клееным. В зависимости от способа изготовления, этот стеновой материал имеет разные свойства. Обычный брус естественной влажности отличается простотой обработки и укладки его в стены, а также меньшей ценой и доступностью. Но при высыхании его может закрутить, он может растрескаться и к тому же дать существенную усадку. Также стены, сложенные из обычного бруса, необходимо регулярно конопатить. А дом, построенный из обычного бруса, нуждается в дополнительной отделке и шлифовке стен. Однако практика показывает, что при соответствующем отношении и культуре строительства, этот материал имеет больше плюсов, чем минусов. Сухой профилированный брус – это дерево, прошедшее камерную сушку и обработанное на станке, где рабочим сторонам бруса придается определенная форма, имеющая профиль, шип-паз или гребенка. За счет этого брус меньше ведет, уменьшается его усадка, продувание стены и отпадает необходимость в конопатке. Клееный брус – это современный и дорогой стеновой материал. Для его изготовления дерево сначала распиливают на доски определенной ширины, так называемые ламели, сушат, пропитывают антисептиками и затем склеивают друг с другом. Такой брус имеет ровную гладкую поверхность, не гниет и дает малую усадку. Стены, сложенные из профилированного или клееного бруса, не нуждаются в дополнительной отделке и благодаря ярко выраженной текстуре дерева их достаточно только покрасить или покрыть лаком. Окоренное цельное бревно – это стеновой материал, который меньше всего подвергается машинной обработке. Благодаря этому сохраняется внешний, самый прочный и менее подверженный гниению слой. Окоренное бревно отличается повышенной прочностью и долгим сроком службы. Дома ручной рубки считаются классикой деревянного домостроения. Окоренное бревно получается после того, как со ствола дерева вручную счищается кора. При этом топор, в отличие от пилы или рубанка, уплотняет древесину и делает ее прочнее. Так как бревна имеют разную толщину, то при возведении стен дома приходится вручную подгонять каждое бревно друг к другу, комель к вершине и так далее. Процесс это долгий и трудоемкий, поэтому дом такого типа относится к элитному жилью. В дело идет тщательно отобранный лес, а процесс возведения дома большой площади может длиться несколько месяцев. После этого дом ставят под временную кровлю и оставляют усаживаться на один год. Результат работы во многом зависит от квалификации мастеров, строящих такой дом. Малоквалифицированные рабочие могут испортить даже отличный материал. Гладкие оцилиндрованные бревна изготавливаются при помощи машинной обработки. В результате получается гладкий материал строго заданной геометрической формы. Такие бревна легко и быстро складываются в стены дома. Все необходимые пазы и замки заранее изготовлены на заводе. Поэтому возведение дома из оцилиндрованного бревна напоминает сборку конструктора, где каждому бревну отведено строго заданное место. Однако оцилиндровка имеет существенный недостаток. В процессе обработки станок стачивает с бревна его самую прочную внешнюю часть. Причем так как исходное бревно может быть изогнутым и неровным, то при обработке часть бревна может стачиваться ближе к центральной части, которая больше подвержена гниению. Оцилиндровка хорошо впитывает влагу, а при высыхании может растрескиваться. Поэтому дом, построенный из такого материала, нуждается в тщательной обработке антисептиками и своевременном уходе. Это окраска и пропитка защитными составами. Особенно в первые 3-5 лет после его возведения. Благодарю за внимание. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok